День добрый, господа! Мы продолжаем играть в Gears Tactics. У нас уже вторая серия. Ну и сразу давайте, поехали. Мы только что закончили обучение. Да, я даже забыл, смотрите, открыть ящик в прошлой серии. Давайте-ка вот с него и начнем. Открываем ящик. В этой игре есть что-то похожее на лутбоксы. Правда, они бесплатные, они находятся на миссиях. И в них выпадает с некоторым рандомом какая-то хрень. Вот нам выпал снайперский магазин. Бонус к меткости, но уменьшает боезапас. Хм. Допустим. Следуйте по красным треугольничкам. Вот нам объяснили, что за красные треугольнички. Ага, но мы это уже знаем. Снайперский магазин. Слушайте. У нас вот этот чувак на Overwatch специализируется, да? Может быть, ему зайдет этот снайперский магазин? Обычный? Заводская. Не, это, похоже, вообще снайпам надо. Или тебе. О, для его пушки можно смотреть. Ага. Для его пушки, для вот этого лансера, вот этот магазин подходит. Безапаса будет меньше, но точность больше. Не, ну давайте оденем, хрен с ним. Он, в принципе, у нас чувак ближнего боя. Он часто будет, я так понимаю, штыком тыкать. Вот этим, да? Поэтому можно три патрона ему дать. Окей. Здесь посмотрели. Там уровень мы прокачали. Эквит мы весь одели. Интерфейс мы весь посмотрели. Кстати, вот так иконки хорошо видно. Ага. Я вот их взял, получается, две штуки. Они появились. Слушайте, интерфейс обновился. Сейчас он мне больше нравится даже. Дайте-ка я еще раз скейншотик на всякий закину. Ага. Вот, ну и давайте операция. У нас пока что доступна только одна операция. Нам нужно освободить рекрутов. Ну, естественно, идут два наших сюжетных чувака. Дадут нам немножко модификаций. Дадут броню. Чтобы уничтожить окна, нужна целая армия. Но Прескотт не хочет высылать подкрепление. Отправляйтесь в ближайшей передовой базе и пополните ряды бойцов. Так. Есть кнопка сбросить прогресс. Интересно. Дополнительная цель. Завершите операцию так, чтобы никто из бойцов не был тяжело ранен или убит. Ну, убит-то вряд ли, конечно. Тяжело ранен, это имеется в виду в нокдаун, если упадет, да? Ну, попробуем. Так. И вот здесь у нас, смотрите, какой экран интересной подготовки. Задание пишут. Максимум четыре бойца, я вижу, да? Слушайте, это надо скринить. Такие кранчики мне нужны. Лансер, стим-граната. Так, почему это все наводится, но нажимать нельзя ни на что. Интересно. А нажимаешь изменить, бросает в этот экран, да? Ну, окей. Погнали. Акс первый глава, вторая. Забыл, кстати, в прошлой части отметить, что в этой игре, ну, как бы, музыка не выделяется, но, блин, хотя бы есть. Ха-ха. 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 Я не могу, как бы, чтобы это ничего не было. Не волнуйся, я работаю на мою рекруте. Да, это то, что я боюсь. Продолжение следует. Эй! Сюда! Хорошо, курицы, слушайте! Все в одной части? Мы смотрим на ЭКО-5. Это нас, сэр! Грабс — это анбуш-стар-юни, половину клика на дорогу. Он не пришел. Хорошо, ты с нами сейчас. Пойдемте найти твоих людей. Наверное, надеюсь, у нас есть команда, которые любят рекрутировать. Одна девка с дробовиком похожа, а другой с пулеметом. Неплохо. Никто остался. Давайте посмотрим на ЭКО-5. Пулемет. И... Ну, блин, похоже, штурмовик, да? Такой же. А, разведчик. Это класс разведчик. Смотрите, у нее дробовик. У нее есть обилочка-маскировка. Этот поезд включает режим скрытности. Враги не видят скрывающихся бойцов. Скрытность отменяется, когда боится использует навык или взаимодействовать с чем-либо. Блин, начинаю вспоминать потихоньку. Мне, кстати, очень нравятся иконки. Я вот не отметил это тоже. Но вот иконки вот эти, мне прям очень они заходят. Они простые, векторные, но при этом слегка, видите, такими шероховатостями стилизованы. И прям вот, ну не знаю, грамотно-грамотно сделаны иконки. Неплохо так. Здесь, смотрите, 5 патронов. Наносит огромный урон, написано. Мы посмотрим, насколько он огромный. Окей, у нас 4 бойца. Должны выжить двое, как минимум. Никто из бойцов не должен быть тяжело ранен. По карте что? Мы в начале карты находимся. Интересно, кстати, что они, когда вот так за здание заходишь, они вот так вот, вот так вот его отображают. Слушайте, это тоже занятно. Дайте-ка я это за скриню. Я вижу ящик, они причем разные ящики бывают. Смотрите, бывают синие ящики, бывают белые. Белые, ну как бы такие простенькие, синяки получше. Давайте пойдем, значит, вот так. Пока никого, да? Окей, окей. Тогда вот так. Я не знаю, может войти в маскировку? Она же, по сути, враги не видят. Скрытность отменяется. То есть здесь ничего не написано по поводу того, что она сама отменяется. То есть, видимо, если я войду в маскировку, видимо, я в ней останусь, да? Вот так вот это выглядит. Не, ну прикольно чё. И сверху мы видим, что какую-то иконку. Так, и мы потратили одну очку действия на это дело, да? Так, и кинейс. Кого-то увидели. Угу. Слушайте, невидимость вот эту я за скриню, как она выглядит. Окей. Вот этим чуваком, я думаю, овер можно поставить. Не уверен, что прям подходить надо сильно. Но оверок я бы поставил. Причём, наверное, даже из пистолета. Вот так. Наверх. Посмотрим. А, ещё у нас у пулемёта есть овер. Но он, кстати, недалёкий, смотрите. Прям вот недалёкий. Может быть, тоже тогда из пистолета. Пробовать. Да, какой-нибудь вот такой. Скоро. Угу. Ух ты. Здесь они приходят. Ух ты. Неплохо. Ух ты. Как неплохо. Мелочь, конечно, урона. Прошло. укрытие какой-то так смотрите при наведении смотрите еще какая штука интересная вот вот этот таком на r если его нет видите как бы я навожу мышку да я нажимаю даже ничего не происходит но если я включаю вот эту ерунду то когда я навожу мышку у меня справа какая-то топ-инфа врагах мне нажимать даже на них не надо просто наводишь и все и видишь что боец получает 40 уклонений покинув укрытие он потеряет статус укрытие здесь кстати такая же штука была я помню вот здесь такая тут на якоре а я понял вот эта фигня обозначает какой-то баф временный действующий сейчас только лишь тут вот на якоре тут укрытие и у нее здесь был какой-то баф надо будет изучать но ящик наверное не в приоритете сейчас нам наверно стоит подойти наверно стоит подойти давай так чтобы выстрел сделать возможно гранату кинем даже а это steam граната это лечащие так ну окей 87 вроде неплохо 43 давай вот этого еще разок можно отличненько так штыковая так она чисто по прямой до работа чего не вообще за перки я забыл страшение враги на расстоянии 10 вот в этом радиусе теряют укрытие и прерывают текущие действия то есть вот эти бонусы потерять могут выбраны связи к навещу укрытие получает 40 уклонению например вот ему да можно дать будет если что так а ты в маскировке слушайте по моему маскировка спала у нее не мне кажется как будто бы спала знаете да смотрите маскировка на один ход было блин а чё не написано что один ход маскировка ну ладно 76 давай пойдет а тут наверно сблизиться надо хотя бы на одну точечку давай камера пуль чёртим 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 мне вот это место нравится честно как у пулемета с точностью очень плохо 17 10 10 что-то как-то очень плохо о смотрите я такого не знал смотрите вот там написано прогноз левый альт можно сразу для пистолета переключать блин ну точно счету пулемета нехти я так понимаю пулемет на овер и чисто работает да окей давайте тогда на овер и его использовать с дочкам надо подходить по ходу убить бы хоть кого-нибудь хотя бы вот этого типа а давайте то можно получать конечно но это по моему толку особо не имеет лучше наверно просто застрелить вот этого типа куда ты укрытие сломал неплохо хорош хорош учу как окей окей ну вроде нормас на тут можно зарезать типа вот этого на самом деле лучше бы зарезать то было бы давайте вот так и укрытие ушел хорошо он еще хиляет всех когда добивает тоже неплохо 90 и у нас два очка действия можно два раза всадить него красок явно из пистолета это сделал затем вот эта деваха я думаю может сделать вот так да то такие видите идет не шахматки даже здесь нужно выстраивать правильный порядок действия правильный порядок убийства этих противников вот этому бы конечно как-то снять овер его как мы это можем сделать давайте попробуем 69 блин не алёг конечно но урон вроде хороший должен быть вот сюда я пока не понял прикол пулемета ну смотрите у него был какой-то бонус давайте глянем стабильность выстрелив этот боец получает одно очко стабильности максимум 3 эффект стабильность дает 10 меткости 15 урона то есть да пулеметчик это такой чувак который должен сидеть на месте прям вот сидеть на месте я даже скрине вот эту белку мне на прям нравится по своему геймплею то есть этот чувак его надо куда-то посадить и не двигать иначе иначе будет бессмысленно да можно убить кстати забрались очки далее как бы оверс на вот такой белочки можно так как я понял она убивает любого это белка хорошо по по точности 88 думаю можно даже ближе подойти целых . действия у нас иногда смотрите иногда камера делается такая кинематографичная иногда нет все убили ящики есть время ящики пособирать этим и займемся и перед тем как в эту зону идти я бы собрал еще ящичек от улича кстати пулича я могу куда-нибудь уже направить на будущее там его оставить я же никак во времени не ограничен по-моему да нет больше ящиков кстати можем здесь день те есть автор кстати большая довольно таки смотрите прям ли надо довольно таки большая карта но ящиков не видно больше пока что по крайней мере пока что хорошо я бы хотел пулеча направить на какой-нибудь а вот ящик есть направить пулеча куда-нибудь и не дергать его ну например например здесь такое себе место ему бы сверху конечно находиться тут хп тоже потеряли успели где-то непонятно ходе к подождем еще болею я зашел в зону что ли черт я зашел в зону и что теперь заметь оборонитель позиции завершите ход блин я зашел в зону я не хотел туда заходить черт ладно эти пулич вот здесь по потусуется у нас блин ну чё я жадный я возьму ящик пока время есть это миличники это ерунда хотя много миличников но все равно мало как у нее суда голену на будет закинуть окей окей этот правда не поспевает конкретно вообще конкретно не поспевает так тут проблемки одна проблемка решается вот так так это действие занимает да да даже не знаю надо ли ставить это наверное не надо наверно мы просто просто вот так сделаем достаточно ты играем грену будешь бросать поэтому поэтому ты где-то рядом пока что будешь но так например почему нет да и вот так поконтролишь вот этот сектор хотя вот так возможно даже лучше окей и пульч у нас не двигается мы его не двигаем окей смотрим давай кто-то отхватит по моему сейчас хотя бы минус 1 нифига как поймет стрелять видели он уже далеко за ловер выбежал а выстрел пошел по нему мы столпились тут греночка да мы без вопросов очку действий хочу гранаты можно душить занятно я бы минус знаете поставил здесь я конечно сам блин я сам на ней стою это наверно не лучшее решение боли ну капец конечно пулеч конечно капец на рапе зарядился на двигать я тебя не хочу я вот так прикрою чтобы они просто на мину не набежали если что допустим здесь у нас что 74 вроде неплохие шансы попробуем готов патронов правда нет еще разок можем 60 уже не так хорошо уже не так хорошо смотрите какая штука получается гранаты гранаты имеют восстановление поэтому наверное имеет смысл их тратить особо не париться на кстати не посмотрел бонус высоты если он давайте поглядим высота плюс 20 процентов уклонение минус 20 почему почему здесь уклонение минус 20 бонус высоты 20 процентов шанс дает значит да и запомнили такую штуку еще одну очку осталось посредо попадешь по нему сто процентов так девка вот это посмотрите как интересно стреляю поэтому может попасть в этого а ну-ка хорошо меня это устраивает я бы все таки вот так еще сделал кто-то серьезно я надеюсь это не будет тяжелым ранением считаться убили уничтожьте вражеские подкрепления 73 потом последний или нет вопрос я бы хотел подлечить на нашу деваху лечение правда такое сия очень мало 6 ходов останавливается лечит на чуть-чуть ну такое актами не далеко набить его можно да давайте попробуем мину поставить еще одну перед тем как добивать вот так вот например почему бы нет вдруг еще пойдет кто-нибудь и вот сейчас добьем так это не все это не все 71 процент еще окей ящики ездить не видно слушать это не все походу будут еще ребята тогда занимаем позиции хотя они сзади могут пойти на самом деле эти ребята ну да ну да я как знал ненормальная охотник ближнего боя станет тварей труднее поразить типа лидер какой-то ауру какая-то так интересно какие-то грозные звуки очень но врагов игра конечно не скупа много нам их навешивает хорошо смотрите здесь мы заминировали все принципе можно тут не бояться боли но отсюда подходите уже опасаюсь красного ряда так ну-ка дайте глянем не очередная так и немедленно такой бц когда тот подходит это мы помним 50 к уклонению получается так это что у нас зараженный вожак твари получают 50 к уклонению на пусть короче надо его выщелкивать в первую очередь если вы не выщелкнуть можно очень мазать по вот этим ребятам плюс 50 к уклонению тоже из 50 к меткости по сути блин это солидно это это солидно и что-то я не уверен что наш пулеметчик здесь он конечно настакал себе 20 меткости но такое 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 наверное грен лучше бросил честно говоря в них дайте попробуем он их как много что-то мне кажется надо грену здесь бросать ребята как-нибудь на троих попробовать можно ну вот так например от грена не увернешься маскировка не уверен не очень она понравилась 26 очень мало очень маленькие шансы не факт что к тебе побегут ну и вот так попробуем может быть этот пистолет остановит кого-нибудь а тут что по меткости очень не очень почему кстати дальность потому что 72 так ну вышка короче не вариант надо ближе подходить у тебя хп давай вот сюда наверное маленький шанс попадания препятствия модифика а он и себе что ли это дает погодите он и себе это дает более но он и себе это дает представляете какой гемор вообще он и себе это дает это вообще гемор полный ё-моё его надо как-то убивать и все же наверное оверами потому что что-то как-то овер хотя бы может действие прервать я думаю хотя бы одно причем но они могут перепрыгивать на самом деле давайте так попробую хотя бы прервать их действия хотя бы некоторые отлично минус глава эти не должны вроде как подойти ну не не остановитесь все все кстати очень хороший ход смотрите как игра делает если происходит какое-то действие на одного врага то есть вы видели как ходы делаем происходили то есть если игра просчитала заранее что произойдет какое-то действие связанное с одним противником этот один противник шел и это действие происходило она если игра там посчитала потом ходы других противников и поняла что допустим три хода с подряд не произойдет никакого интерапта никакого овервотча никакой мины ну то есть никакого ничего не произойдет Эти ходы происходят сразу одновременно Это очень прикольно На самом деле Очень хорошо экономит время на вражеский ход И вот эту штуку, кстати, я раньше не замечал Дайте-ка я ее за скриню Сверху Иконки какие-то мутные, непонятные Но типа враги, да? Так, 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 так Эти все милишники Тут надо, знаете, как Блин, их казнить, правда, нельзя А эти у меня два под ловерами сидят, что мне очень приятно А если крикнуть Достает, нет его? Ну, хп у него подсветилось Как будто бы достает Дайте попробуем Да, да, да Откинуло, причем Их немножко откинуло, как будто бы И сняли овер один Это хорошо Так, окей Не убивает, кстати Ну, давай Убила Пулеметчик, мне кажется, овер поставит Посмотрим Ну, 70 вот сюда можно зажарить О, хорошо Пулемет вблизи, конечно, жарит Дай боже 55 Капец Расстояние же вообще как бы не какущее Почему 55 села? Тут вот 80 Ну, давай Я доволен Пойдет Деваха-деваха-деваха наша Давай так Почему 30 Укрытие Для нее он в укрытии, блин Что 55 Ну, нет, что-то как это Не вариант вообще Вот я сколько действий, два действия Эту дрянь был бить Каким-то макаром 55 48 Не сказать, что фонтан прям Ладно, давай тобой попробуем Пес Пес Из пистолета 55 Ну, попробуй Хреново, блин Что с ним делать, непонятно Теперь Почется овер вот сюда пихнуть На вот этих ребят Или на вот этого, например Давайте пихнем Окей Тут вот Но вот этого овер я хочу сделать Он точно побежит на меня Как пить дать И отхватит от нас Так Где 55 Если Альт 55 Видимо, тоже овер сделаем Он сдвинется, как я понимаю Спадет вот этот бонус укрытия Странный Вообще странно работает Как видите, у него Типа укрытие Но почему-то оно работает И на вот этих тоже Хотя для них-то он открыт Вроде бы как Или что-то я не понимаю Почему у них вот эти бонусы висят Суматоха Ладно, бог всем Хорошо, здесь что делаем Ну, наверное, по контролю Вот этих ребят Кого-нибудь из них Только есть пистолет Блин, из пистолета сделал Пишечкой Сомремет хорошо отработал Пистолет не очень Это моя ошибка Я не заметил, что у меня пистолет выбран Хорошо, здесь тоже хорошо отработали Отличие Блин, вот В гирсах я помню Очень классно Вот этот момент С овервочем Сделан Тут прямо на самом деле Отдельный кайф Вот этими овервочами Смотреть, где, как, что Овервоч прервал, не прервал Свой поставил То есть, очень прикольно Вот этот момент в игре сделан Только я крик потратил свой Это косяк Граната есть? Гранаты еще нет Ну, придется штурмовать Походу, придется штурмовать Разряжаемся в него Добиваем из пистолета Отлично Хотя, хотя не очень-то и отлично Можно было лучше 55 С пистолета 89 Мне кажется, пистолет наш выбор В данном случае А, кстати, сработает ли Сработает ли на него бонус Вот этой стабилизации Плюс 30 Почему? Откуда плюс 30 модификаторы? Вот отсюда на якоре Да, работает То есть, на якоре работает И на пистолет в том числе Слушайте, это хорошо Можем вот так вот проворачивать Очень даже неплохо Зарезать можно, чувачка? Можно Вперед Почесали спинку Хорошо Так, ну и Я минок сейчас хотел поставить Пусть кинуть Вот тобой можем мину поставить Я бы это сделал Кстати, вот здесь Например Дамочка наша У меня мины еще не перезарядились Давайте долбьем И обратно Кстати, я же не взорвусь На своем имени Правильно Проверять не хочется Честно говоря Ну, вроде как не должен Ты, наверное, иди наверх Наверху занять позицию Было бы очень неплохо В перспективе Ты у нас что Перезарядись Пока есть время И давай туда тоже Наверх Так, хорошо Ты добиваешь Даешь всем очки действия Это, видимо, какая-то фишка Герсов, да? Что постоянно бошки в мясо Разрываются А это все? А теперь Что случилось здесь? Первый бункер Теперь это Укон Укона Открывает Моп-уп Круз Какая эмоция? Он не убил всех Драгмаркс Ты уверен, что они живы? Мертвые тела не стыдят Но если эти герсы успехи Дэк Капши Дэк Капши Открывай их Угу Это его дверки были Или радиовышка какая-то гигантская И там они Поехали Так, ну что Успешненько Какие-то ачивочки мне дают Ящик, ящик, ящик Еще редкий ящик Четыре ящика И какая-то фигня, да? Окей Вот такой вот бравый отряд Завершено Мы получили повышение Гейбу Немножечко опыта получили Кстати, она где-то настреляла 8 человек Окей Джек Джек добавлен в ваш список героев Я такого не помню вообще Это, видимо, вот эта расширенная компания Какой-то Джек Класс разведчик Новые украшения И какой-то Джек Слушайте Сейчас мы это все посмотрим Ну давайте, наверное, ящики откроем Марселло Тайрон Класс тяжелой пехоты Окей Ой, извиняюсь, что-то горло Открываем ящики В общем Давайте начнем с обычных Тяжеловес Здоровье Ботиночки Следующие Закалка Здоровье Шлемак Окей Следующие Бонус к меткости На лансер Пойдет Это что Это опять ботиночки Получает меньше урона И 20 хп Ну вроде крутые, да? Вроде крутые Окей, смотрите У нас начинают появляться бойцы У нас появился какой-то Джек Нифига себе Это типа Гремлин какой-то, да? 500 хп Уклонение 0 Дальность перемещения 7 Интересно, что Он единственный У кого написана Дальность перемещения Режим напарник Выбранный союзник В пределах 10 метров Получает 1 заряд Прокачки Бойцы по действиям прокачки Получают 5 меткостей И 30 урона Типа бафает союзничка, да? Бафает союзничка Это что? Маскировка Ну похоже пока на разведчика Опять какого-то, да? Типа как под вид разведчика Только робот Вот, я что хочу сказать Смотрите, у нас появляются бойцы Вот появилась какая-то девушка Латиноамериканка, наверное, какая-то, да? И появился какой-то вот мужик С пулеметом Так что, ребята Если кто желает вступить в отряд Пишите заявки Без проблем добавим вас Тут же можно переименовывать, я думаю, да? Персонализация Ну по-любому же можно Погодите Где-то же должно быть Это Именно, вот, смотрите Да, можно переименовывать, окей То есть, если кто хочет Пишите, собственно На место кого И без проблем добавим Вот, не знаю, Джека можно? Ценализация Нет, Джека, по-моему, нельзя Да, робота нельзя называть Он Джеком называется Ну окей, окей Хорошо Давайте посмотрим по навыкам Гейб это наш самый главный чувачок У него, значит, что Четыре ветки Окей Военный медик Стратег Защитник Хирург Давайте по часовой Стим Останавливает 100% здоровья Выбранного союзника Слушайте Ну уже, по-моему, неплохо То есть, просто медик Просто 100 хп, да? Еще и раз в три хода Там стим граната Раз в шесть ходов А здесь как бы Раз в три хода Вроде бы неплохо Здесь 150 Тут аж 250 И все время рост в три хода Вроде бы неплохо, да? Цель у Косторых Осталось меньше 50% здоровья Получают в два раза больше лечения Офигеть То есть, это в теории Вообще 500 можно восстановить Вроде неплохо Эффективность приказа Увеличивается до 7% То есть, тут 4 Тут 7, да? Оживеев тяжелораненый союзника Этот боец получает Одночку действия Этот он получает Окей Намек на ревайвы Хорошо Первая помощь Восстанавливает стоение здоровья Выбрана союзника В конце вашего хода Поддержание Нифига себе Короче, это прям вообще Медик хардкорный То есть, это реген Ты вешаешь реген На какого-то чувака И он регенит Прямо постепенно Слушайте, в комбе С нашим штурмовиком Который танк Которого мы решили В танка делать Это выглядит очень Вроде бы неплохо 150-200 То есть, это вообще 600 Да, 600 хп можно восстановить Так-то жестко Цели на которые действуют Ваши медицинские навыки Получают меньше урона Это вообще Вы представляете Вешаешь реген на танка Он получает меньше урона При том, что он сам еще и танковый Еще сам регенит Офигеть Это вообще неубиваемого чувака Можно того старого сделать Мне пока что нравится Здесь что? Восстановление способности Бросок стим-гранаты У этого бойца Сокращается на два хода Ну Мне пока она вообще не понравилась Эта стим-граната Восстанавливается 100 хп каждому Окей Тоже хил Но теперь каждому Медицинские навыки Этого бойца Могут увеличить здоровье Еще на 100% Увеличить здоровье Не очень понятно Типа сила лечения Но это вот здесь же такое было Нет где-то? Нет, не было А, вот здесь было То есть, похоже Просто сила лечения в два раза Ну, по крайней мере, я так понимаю Когда этот боец Атакует пилой Каждый союзник восстанавливает Много хп Когда этот боец Использует атаку пилой Союзник с наименьшим запасом здоровья Получает к уклонению Когда союзник погибает Или получает тяжелое ранение У этого бойца Восстанавливается навык Групповая терапия Групповая терапия Это что? Это вот это Нет, это мне не очень нравится Это мудреная какая-то ветка На всех Типа Непонятно То есть, граната тоже на всех Это тоже на всех Это все на всех Как-то она странная И знаете, что еще Я подумал Вот здесь название Хирург подошло бы больше Чувак, который пилой Кого-то там рубит И при этом еще лечит По-моему, здесь должен быть хирург А здесь медик Окей, дальше пошли Выбранный связник Получает ночку действия Окей, но это типа офицер Классика, да? Классика офицерская Когда срабатывает приказ этого бойца Каждый связник получает 5% К вероятности критического урона В этот ход Когда срабатывает приказ Это приказ? Нет Вот это приказ Убивая врага То есть он должен убивать Если есть эта обилка И всем дает шанс крита Угу Это что? Убив врага с помощью пилы Дуэс получает Вот это прикольно, по-моему Все, что связано с очками действия Вроде бы неплохо Убив врага Этот бойец сокращает Восстанавливание атаки Пилы на один ход Прикольно Вот это плюс вот это Начинается комба какая-то Командная работа Убив или тяжело ранее врага Дружественная цель Получает 1 очко действия Максимум очков действия 2 Если я правильно понял Я кидаю вот эту штуку На союзника Если этот союзник Кого-то убивает Он получает очко действия И так он может сделать 2 раза Да? А так 3 раза Если я правильно понял Этот навык Тут союзник получает очко действия Наносит больше урона А тут аж 2 очка действия Получили нефига Но это короче прям офицер Офицер Завязано все на очках действиях И на пиле немножко Вроде интересно выглядит Непонятно почему защитник Я бы назвал его офицером Как раз таки Или стратегом Вот здесь вот Бифрага с помощью пилы Этот бойц активирует приказ Еще один раз Ааа Типа двойной приказ Срабатывает Все бойцы Перезаряжаются И получают 50% К урону Этот ход Нифига себе Ну прикольно вроде тема Непонятно Почему защитник реально Это похоже на стратега Или офицера Окей Здесь у нас что Мастерство атаки бензопилой Восстановление атаки Бензопилой сокращается на один ход Слабенькая пассивка Честно говоря Боец делает выстрел Наносящий на 50% больше урона Типа под снайперы Косишь что ли КД уменьшается Опять КД уменьшается То есть просто мощный выстрел По сути да Просто мощный выстрел Окей Первый выстрел этого бойца По цели уменьшает Ее уклонение На 10% До конца этого хода Это видимо Закус под много Много выстрелов Да То есть мы Стреляем разок Стреляем второй усиленным Ну типа так да Как то Промахнувшись При выстреле Этот бой сполучил Да да Видите как Это реально Короче много выстрелов Надо делать заход И убивать цели Видимо И акцент здесь видимо Идет на приказы Вот на эти То есть мы Стреляем первый выстрел Не важно Попали мы или нет Мы снижаем уклонение А если что Бафаем свою меткость Потом вторым усиленным Добиваем И соответственно Лечим союзников Да Какая то такая логика Похожа Все навыки Способности цели Кроме рывка Восстанавливаются Его А цели Цели На кого направили Ну знаете такое Вот Вот это вообще ветка Мусорная мне показалась Какая то прям Дурная Это прикольное Это тоже прикольное Это специфическое Если бы у него было Что то на меткость Прям Побольше Можно было бы подумать Но так Выбор очевиден Это либо Медик Стандартный Либо офицер Вот Я наверное Буду в медику Уж очень мне понравилась Вот эта комба Делать из деда Неубиваемого танка И захиливать его Давайте-ка Вот наверное Медика пойдем Возьмем вот это Это мимо Эффективность приказа Возможно Возможно Если мы хотим Вот сюда например Пойти Оживив тяжело раненый Нацезник Боис получает Отночку действия Не уверен Что мне это понадобится Пока что Вот Знаете как Если Мы почуем В компании Что у нас Кто-то падает То возможно Возьмем этот навык Но если у нас Так никто и не упадет Ни разу То наверное И нет смысла Лучше вот сюда Наверное пойдем Критический раненых Чтобы лечить Хорошо Мне кажется Прям сильно Прям сильно Окей И надо Раскидать Немножко Лутецкий Давайте посмотрим Что за ботинки Тяжеловес Получает меньше урона Получает меньше урона Не Ну мне нравятся Ботинки на уклонении Честно говоря В моем случае Тут что Ничего Как будто бы Да Стим граната Мне вообще не нравится Я обычно возьму Как-то мусор По-моему Не стим Патроны Боезапас Либо меткость Давайте его В меткость скачать Мне кажется Что он должен быть меткий Я с ним С боезапасом Да Так Наверное так И что у нас Поведут Шлемат Да Закалка Боец Получает У него больше Здоровья Будет Да Но это не ему Похоже Надо давать Окей У него Посмотрели Вот здесь Наверное На танковку Что-нибудь Плюс 30 Здоровье Да Вот такое Я хотел Сопротивление Что было Тут и хп И сопротивление Вроде то Что надо Нателка 30 Окей Альтернативка Нельзя Тут что Можно Что-нибудь Так Пойдет 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 Окей Разведчик Наш Используется Обычное Да Можно Что-то Такое Напялить 30 Хп Давайте Такие Вот Что-то Гибридное Оденем Нателка Нельзя Ничего По оружию Наводка В начале Вашего Охода Этот Бейс Получает 10 Вероятности Критического Урона Эффект Перестает Действовать После первого Нанесения Критического Урона Ну Для дробовика Крит Это Вообще Неплохо Наверное Да Давайте Возьмем Чего бы Нет Еще Что-то Было Чего Был Прицел Бонус К меткости Снайперский Прицел Знаете Что Гляну Я Гляну Может На пулемет Можно Это Одеть На пулемет Мне кажется Это Больше Более Актуально Было Не Нельзя Блин Вот Смотрите Очевидный Получается Нашел Косячок Интерфейсе Не Очень Понятно Для Какого Оружия Предметы То есть Хочется Как будто Надпись Какую Для Какого Это Оружия Этот Предмет Я Может Я Придираюсь Может И Не Хочется Ну Ладно Выстрел Бойца Отбрасывать Цель Назад О Офигенно Тема На Оверы Он Точно Будет У нас Овер Вочер Я Бо Ему Шлем Наверное Дал Да Давайте Этим Шлем Будет У нас Немножко Аутистом Вот Таким Да Мне Нравится А Это Значит Даем Прицел Отлично Отлично Все Мы Разобрали Ящики Мы Раздали Лут Который У нас Был У нас Бойцы Полница Джека 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 Давайте посмотрим В следующий раз Когда он Получит уровень В следующий раз Посмотрим Чтобы сильно Не затягивать И нас Ждет Следующая Миссия Акт Первый Глава Третья Но Это Ребята Будет Следующей Серии Спасибо Всем Кто Смотрит Спасибо Всем Кто Комментирует Ставит Лайки Я Забыл Сказать Это Первой Часть Но Скажу Сейчас Если У вас Есть Какое Мнение По поводу Этой Игры Какой-то Фидбэк Вы Просто Хотите Поделиться Впечатлениями Сказать Что Вам Надоело То есть Я Вот Как Раз Таки Для Этого Играю В Игру Чтобы Понять В Какой же Момент Герсы Начинают Надоедать И Почему Если Вам Есть Что Сказать Ребята Вот В Комментариях Пожалуйста Пишите Мне Это Очень Будет Интересно Мне Это Будет Очень Полезно Я Все Комментарии Прочитаю На Какие Смогу Даже Отвечу Вот Так Все Я Смогу